Хорошие спарринги были и первый, и второй. Оба непростые в плане погодных условий, потому что погода была под 40 градусов и всегда сложно в этом играть. Но ребята молодцы о том, что все равно старались держать темпы и не терять качество. Это для нас приоритетно. Такие хорошие моменты были в первом тайме, у нас в первой игре. И радует то, что мы в первой игре проверили молодежь, потому что в составе у нас практически 7 человек выходило. Молодых ребят 2001 года и моложе. Для них это опыт. Молодцы, что не испугались, не сдрефили. И самое главное, что 90 минут. 90 минут. Потому что если соперник еще освежал игру и по 7 человек вводил, то нам нужно было преодолеть эту свежесть, давление, которое соперник делает. Именно нужно было преодолеть. Ребята справились с этим. Во второй игре прекрасная игра. И хорошее качество было игры и темп. Темп игры. И очень рабочие подходы были, что радует. Не радует? Ну, как не радует? Мы выиграли. Это радует. Хотелось, конечно, и голов больше. Но это рабочие моменты. Потому что ребята под нагрузками, тяжелые погодные условия, тяжелые. Но, тем не менее, никто не опускается ниже уровня. Это, конечно, приятно. И ребята молодцы. Ребята молодцы. Я им благодарен очень. В матче с Енисеем были фрагменты, когда факел подолгу владел мячом. Как вам наша позиционная атака? Хорошо. Мы над этим компонентом работаем. Это компонент сложный. Но мы действуем достаточно эффективно в этом компоненте. Есть над чем работать, потому что это в футболе самый сложный компонент. И есть еще много работы, которые нам нужно усовершенствовать. Но в целом то, что мы нарабатывали, мы сегодня увидели в игре. Эпизодически, но увидели. Но этих эпизодов было много. Это хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...